С начала специальной военной операции на Украине Северная Осетия приняла сотни вынужденных переселенцев. Большинство из них дети. Ребятам создали комфортные условия для учёбы и отдыха. Наш следующий сюжет о 7-летней Мирославе Гавриковой из Ясиноватой. Девочка – единственная первоклассница. И несмотря на то, что в классном журнале лишь одна фамилия, учитель не даёт ей никаких поблажек. Дана Малышева продолжит тему. Свой седьмой день рождения Мирослава Гаврикова отмечала в родном городе Ясиноватая Донецкой области. Пока именинница задувала свечи на торте и загадывала желания, родные делали фотографии на память. Было это 9 месяцев назад. В марте школу, в которой мама Миры работает учителем информатики, эвакуировали в Северную Осетию. Реабилитационный центр «Томиск» стал вторым домом для 82 беженцев из Донбасса. Они почувствовали именно тепло нашего коллектива, тепло наших специалистов. И, наверное, чтобы поняли, что они часть нашего народа, который в любой трудной ситуации всегда прийти на помощь, готов и подставить своё плечо. В «Томиске» взрослым и детям постарались создать самые комфортные условия. Здесь готовиться к школе девочке помогала заботливая учительница начальных классов Виктория Габисова. Опытный педагог использовал индивидуальную программу. Старательная девочка, любит учиться. Она любознательная. К нам приехала, уже имелся некоторый багаж знаний у неё. И мы продолжили с ней учёбу. Девочка довольно быстро привыкла и освоилась. Единственная первоклассница в «Томиске» Мирослава Гаврикова и её любимая Виктория Асланбековна встретились на линейке 5 сентября. Руководство республики и центра сделали всё, чтобы мира запомнила этот день на всю жизнь. С первым учебным днём поздравил и папа. Строитель из Донбасса два года назад перебрался в Хабаровский край. Нам подарили рюкзак, подарили канцелярию, школьные принадлежности к дочери, спортивную форму, нам подарили обувь. То есть она полностью шла подготовлена уже в первый класс. Три урока по 40 минут, пять дней в неделю. Несмотря на то, что ученица в классе одна, педагог не делает поблажек. Объясняет новые темы, задаёт домашние задания. Всё, как и в обычной школе, за одним лишь исключением. Мне бы ещё хотелось одноклассников, потому что мне одной скучно. Но пустой класс бывает не всегда. На реабилитацию в Томиск время от времени приезжают дети со всей республики. И среди них бывают первоклашки. Вместе они посещают кружки по рукоделию, ходят в библиотеку, занимаются спортом, отдыхают и весело проводят время. А ещё вынужденным переселенцам устраивают экскурсии по Владикавказу и знакомят завораживающей красотой природы в горах. Я в своей жизни никогда не видела гор, а теперь побывала в горах, ну как бы очень. И горные реки. Какие у вас быстрые реки? У нас таких нет. Горных холодные, но быстрые. В общем, мы с удовольствием ходим. У нас здесь рядом есть река. И вот тоже историческое место, которое здесь, ну очень популярно. Мы тоже туда ходим с экскурсиями, с детьми вместе. У нас дети уже знают традиции осетинские. Очень знакомятся с детьми осетинскими, когда сюда приезжают дети отдыхать. В Томинске ребята придумали трогательное занятие. Делают из бумаги голубей мира, клеят их к воздушным шарам и выпускают в небо. Каждый день ждём с нетерпением, когда вернёмся. Очень ждём, читаем новости. Ну пока вот без изменений ещё будем здесь, я так думаю. В Северной Осетии хорошо и спокойно. Но гости всё равно хотят домой, в Ясиноватую. На родине у мира остались родственники, которые всегда на связи и с нетерпением ждут их обратно. Дана Малышева, Заур Кудзаев, Новости Осетии.